В эфире телеканал ЛАБА, программа «Время новостей». В студии Татьяна Чистова. Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске вы увидите. Уже более 400 украинских граждан нашли убежище в Лабинском районе. В городе борются с амброзией. Владельцев территорий, заросших сорняком, наказывают рублем. Работники торговли в субботу отмечают профессиональный праздник. Лабинский район продолжает принимать граждан, покинувших Украину. Люди прибывают как самостоятельно, так и организованными группами. На сегодняшний день вынужденных переселенцев приехало уже более 400 человек, из них около 100 детей. О том, какую помощь беженцам оказывает Лабинский штаб, рассказывает заместитель главы района Олег Кухно. «Прибытие беженцев с Украины продолжается. Сегодня это в основном самостоятельные группы. Мы организованных групп приняли три на территории Лабинского района. И до этого, и во время этого, и сейчас жители Украины в рамках действующего законодательства имеют право самостоятельно приезжать в любой регион Российской Федерации, размещаться здесь в соответствии с действующим законом до 90 суток. И такое движение в Краснодарский край продолжается. Оно является практически ежедневным. Ежедневно люди обращаются в штаб с уведомлением о своем прибытии. Люди, прибывшие самостоятельно, практически 100%, это люди, приехавшие по конкретному адресу к конкретным людям. Либо это родственники, либо это друзья, либо это кумовья. А есть такая категория людей, которые связались по интернету, переписывались, наши лабинчане на них выходили, приглашали к себе. Есть и такие люди, которые практически малознакомые. Вот они размещаются у лиц, которые их пригласили, к которым они приехали, у родителей, у близких. Те группы, которые прибыли сюда, организованы. По линии штаба районного им было предоставлено жилье. Опять же, жилье, которое поступило в штаб, информация о котором поступила от людей, от глав сельских поселений. Это в основном пустующие домовладения, либо часть домовладений с проживанием совместным с хозяевами. В основном это сельские поселения, но условия удовлетворительные, отвечают всем санитарным требованиям. Люди проживают там. Сегодня у нас главная проблема в районе – это проблема обеспечения жильем или создания нормальных условий проживания нашим беженцам. И эта проблема остается острой. Она продолжает иметь серьезную актуальность. И вот я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться еще раз ко всем нашим жителям, неравнодушным, сострадающим людям, попавшим в тяжелую ситуацию жизненную, с тем, чтобы рассмотрели возможность размещения у себя людей. Безусловно, это, можно сказать, высокая гражданская позиция, гражданский долг, христианский подход к этому вопросу. Мы знаем, что лабинчане неравнодушны. Информация продолжает к нам поступать. Люди продолжают смотреть то, что происходит сегодня на Украине и выходят к нам с инициативой говорить, я могу взять одного, двух, трех, пять человек, или у меня пустует дача и так далее. Я убежден, что любое предложение мы рассмотрим, и оно будет востребовано. В Лабинске в разгаре сезон борьбы с сорной растительностью. Регулярно сотрудники городской администрации совместно с фитосанитарным надзором проводят рейды по выявлению нарушителей, на чьих земельных участках произрастают сорняки. Кубань – благодатный край для земледельцев. Обилие солнца и осадков создают благоприятные условия для выращивания сельхозкультур. Но в нашем климате хорошо себя чувствуют и сорняки. Однако они и портят внешний вид городских улиц и пагубно влияют на здоровье. Одно из самых опасных растений – амброзия. Ее пыльца может как ухудшить состояние больных, страдающих аллергией, так и вызвать ее появление у здоровых людей. Поэтому амброзии и других вредных растений в городе быть не должно. Специалистами администрации Лобинского городского поселения совместно с фитосанитарным надзором по Краснодарскому краю Республики Адыгея еженедельно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей на прилегающих территориях, чьи произрастают сорная и карантинная растительность. То есть еженедельно данные мероприятия проводятся, на всех нарушителей составляются административные материалы. Штрафные санкции предусмотрены как для физических, так и для юридических лиц. Если это юридическое лицо, это от 5 до 10 тысяч, если это индивидуальный предприниматель, это от 500 рублей до 1000, и физическое лицо наказывается от 300 рублей до 500. В этом году мы уже наказывали где-то порядка 10 юридических лиц, также 10 где-то индивидуальных, и около 20 уже физических лиц. Если, конечно, человек говорит, да, без проблем мы покосим там в определенный срок, или начинает при нас производить уборку сорной растительности, то, соответственно, выписывается только предупреждение. Активное участие в борьбе с сорной растительностью принимают предприятия коммунального хозяйства. Они выкашивают сорняки вдоль обочин магистральных улиц. Ну а на придомовых участках, огородах, вблизи предприятий, торговых объектов порядок должны наводить владельцы. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашим города, руководителям предприятий. Убедительная просьба посмотреть на свои прилегающие территории, обкосить их. То есть, если у вас произрастает амброзия, необходимо ее убрать. И хотелось бы, чтобы все жители нашего города обратили на свои огороды. Потому что очень много жалоб поступает на огороды, которые в заросшем состоянии находятся. То есть, просматривайте не только прилегающие территории свои, но и свою внутреннюю территорию. В случае, если, конечно, человек не принимает никакие меры, будет, конечно, составляться штраф. То есть, и применяться меры административного воздействия. К борьбе с сорной растительностью присоединилась и молодежь. Юные лобинцы стали инициаторами акции. Они раздают горожанам листовки с информацией о вреде амброзии и призывами уничтожать сорняк. Молодежь принимает активное участие, потому что во всех экологических акциях они любят свой город и стараются помочь во всем. Женя Ильенко не понаслышке знает, насколько вредна амброзия. Ее мама страдает аллергией. Женя и участвует в экологических акциях, и борется с сорняком самостоятельно. Мои мамы аллергия на амброзию. И поэтому мы, ну я точнее, каждый день вырываю новые сорняки, чтобы маме было лучше. Я не первый раз участвую в экологической акции. Я считаю, что эти акции способствуют улучшению экологии. Я считаю, что нужно бороться с амброзией, и это пойдет на благо людям. И, кстати, многие горожане, откликаясь на призывы, содержат свои территории в образцовом состоянии, регулярно выкашивают траву, убирают мусор, сажают цветы. Тем самым они одновременно заботятся и о здоровье сограждан, и о красоте лобинских улиц. В четвертую субботу июля в России отмечается День работников торговли. Эта сфера деятельности является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в Лобинском районе. Далее продолжит Екатерина Клименко. В настоящее время торговля является лидером среди всех отраслей экономики по количеству созданных рабочих мест. Это не случайно, ведь в Лобинском районе на протяжении многих лет сфера торговли и различных услуг динамично развивается. В 50-е годы в Лобинском районе снабжение населения продовольственными и промышленными товарами осуществлялось через торговую сеть государственной, кооперативной и рыночной торговли. Государственную торговлю представлял Лобинский городской торг, кооперативную торговлю – Лобинское районное потребительское общество. В 90-е годы в Лобинском районе торговая сеть стала увеличиваться. Открывались как стационарные объекты, так и новые – киоски и ларьки. Малый бизнес и предпринимательство также не отставали в развитии. В 2000 году торговая сеть Лобинского района была представлена 630 объектами потребительской сферы. За 13 лет торговая сеть Лобинского района увеличилась в два раза. И в настоящее время на территории муниципального образования Лобинский район зарегистрировано 1288 объектов потребительской сферы. Из них предприятий розничной торговли – 942 объекта, предприятий общественного питания – 134 и объектов бытового обслуживания – 212. В настоящее время оборот розничной торговли активно увеличивается. Это сопровождается появлением крупных торговых сетевых структур – супермаркетов, гипермаркетов, универсамов. В 2013 году открылось несколько торговых центров и 14 объектов бытового обслуживания. По итогам 2013 года численность предпринимателей в Лобинском районе составляет 4242 человека. Индивидуальные предприниматели принимают активное участие в жизни города, оказывают посильную помощь на его благоустройство. Большая работа ведется по улучшению внешнего вида объектов, торговли, качества предоставляемых услуг за счет проведения реконструкции объектов, приобретения современного оборудования, необходимого в работе. Больше 130 объектов на сегодняшний день входят в сферу общественного питания. Предприятия принимают активное участие в краевых фестивалях и выставках-конкурсах, где регулярно занимают призовые места. Отделом потребительской сферы муниципального образования Лобинский район ведется большая работа по организации ярмарок, выставок, смотров конкурсов, привлечению предприятий потребительской сферы Лобинского района в участие в краевых конкурсах. Это прежде всего конкурсы на лучшее предприятие розничной торговли, лучшее предприятие оптовой торговли, лучший комплекс бытового обслуживания населения, лучшая автозаправочная станция Кубани. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». А теперь с прогнозом синоптиков нас познакомит Ирина Бирюкова. Ирина, чем порадует погода в ближайшие дни? В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, нас ожидает жаркая и ветреная погода. Подробнее после рекламы. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин